Всем огромный привет! Это канал в гостях Уаннушки. И сегодня я буду готовить очень сочные, вкусные мясные рулетики с грибами. У меня здесь вот такой вот хороший кусочек мяса. Мясо промыла, просушила и теперь буду нарезать на кусочки. Мясо буду нарезать на кусочки толщиной примерно полтора-два сантиметра. Теперь хорошо отбиваю каждый кусочек. Я вначале отбиваю крупной стороной молоточка, после этого отбиваю мелкой стороной молоточка. Мясо нужно очень хорошо отбить, чтобы его не выкручивало во время обжаривания или запекания. Мясо готово, теперь мелко нарезанные грибы буду обжаривать в небольшом количестве масла. Забросила грибы, все хорошо перемешиваю, грибы обязательно пустят сок. И после того, как этот сок выкипит, добавляю лук, нарезанный кубиками. Лук с грибами обжариваю на среднем огне примерно 3 минутки. До готовности его не готовлю, потому что все еще буду запекать. Сало я режу на очень мелкие кусочки, также его можно пропустить через мясорубку. Начинка почти готова, добавляю соль, перец по вкусу и если вы будете использовать соленое сало, добавляйте меньше соли в начинку. Теперь беру кусочек мяса, сверху немного подсолю и смазываю соусом. Соус у меня сметана, горчица и чеснок, все пропорции будут в рецепте. Готовые рулетики можно жарить на сковородке или запекать в духовке. Если вы будете жарить на сковородке, тогда выкладывайте на сковородку рулетик сразу швом вниз, чтобы он не раскрутился. Жарить рулетики нужно на растительном масле со всех сторон до румяного цвета. Я рулетики буду запекать, сверху посыпаю немного черным перцем и сладкой паприкой. Теперь мясные рулетики закалываю зубочисткой на всякий случай, чтобы они не раскрутились. Первые 10 минут рулетики выпекаю при температуре 200 градусов, потом убавляю огонь до 180 и выпекаю еще 25 минут. Рулетики готовы и при желании вы можете отправить их еще на 5 минут в духовку, включить верхний режим и тогда сверху будет вот такая вот румяная корочка. Такое блюдо мы готовим по праздникам. Пробуйте, друзья, готовьте. Надеюсь, вам понравятся эти мясные рулетики. Спасибо, что были со мной и чтобы не потерять это видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Желаю всем приятного аппетита, успехов на кухне и хорошего настроения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok